Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о развитии Сибири. В Федеральном Центре вновь заговорили о создании госкорпорации для развития Дальнего Востока и Сибири. Зачем нам это надо и надо ли вообще? Об этом будем говорить с нашим гостем, председателем Законодательного Собрания Края, Александром Мусом Александровичем. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем вот прямо с самого начала. Не зачем нам это нужно и что нам это даст, а вообще что такое госкорпорация или госкомпания по-разному называют по развитию Сибири и Дальнего Востока? Я для начала хотел бы с вами не согласиться о том, что в Федеральном Центре или в федеральных органах власти реально заговорили о создании корпорации, потому что речь идет, наверное, о недавних публикациях, так называемой «Свободной газете» и ряде других, о том, что к 25 февраля должны быть внесены предложения по реанимированию этого проекта. Трудно сказать, в какой степени это соответствует действительности, но я хочу надеяться, что такие крупные государственные решения, какими является корпорация по развитию огромного региона, должны приниматься с учетом мнения населения, которое здесь живет, и при активном участии в формировании этого механизма, ну, людей, которые, так скажем, имеют в этой области и знания, и подготовку. Что я имею в виду? У нас, если говорить о научном потенциале, Томский императорский университет, ему более 100 лет, он в свое время был создан как раз для понимания того, что такое Сибирь, куда ее надо двигать. Сибирское отделение Академии наук, соответствующими институтами профильными, у нас с ними есть отличные контакты, они не подключены к этой работе, только из скромности. Я говорю в качестве третьего элемента этой структуры, так скажем, когнитивной, Сибирский федеральный университет, миссия которого заключается как раз в выработке стратегии развития Сибири. Поэтому я надеюсь и для, так скажем, политических целей, и самое главное, для того, чтобы решения такого рода были обоснованными, они будут приняты, если будут приняты, при активном участии самих сибиряков. Александр Николаевич, Вы с таким энтузиазмом это говорите, прямо заражаете своим каким-то отношением к этому. Так что это такое все-таки? Корпорация пока неизвестно, что такое, поскольку первый этап по формированию концепции создания корпорации, он как бы закончился где-то на взлете, что называется. Речь идет о Федеральном институте развития, который будет подчиняться только президенту и осуществлять полномочия, ну так скажем, без активного участия местных органов власти, я имею в виду власть субъектов федерации. Если говорить о моем отношении к этому, то оно достаточно сдержанное, и я полагаю, что акцентированное участие в развитии Сибири, вот структур такого рода, может дать эффект, но он будет эффектом, который пойдет на пользу Сибири, а не будет проводником чисто колониальной политики, назовем вещи своими именами, в том случае, если корпорация будет стоять на двух ногах, одна это федеральный центр, а другая сами регионы. Я приведу элементарный пример. Еще в середине 90-х годов лицензии на разработку месторождений выдавались при использовании так называемых двух ключей – федеральное правительство и региональная власть. Думаю, это правильный подход, поскольку он дает возможность, с одной стороны, проводить федеральные интересы и учитывать, соответственно, региональные, и, если хотите, это очень актуально сегодня с точки зрения контроля тех и других структур друг за другом. А вы бы хотели возглавить такую корпорацию? Я имею достаточно разных, так скажем, видов деятельности, как председатель законодательного собрания, президент Сибирского федерального университета. А почему я говорю об этом? С таким энтузиазмом. Поскольку мы создали «Сибирский клуб» и на протяжении уже двух лет способствуем появлению стратегии развития Сибири, которая бы соответствовала интересам в том числе и красноярцев. И тот самый круглый стол, который прошел у нас на форуме и с участием председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, является неким итогом этой работы. Поэтому как аналитик, как красноярец, я хотел бы способствовать продвижению этого проекта, но только в этом качестве. Хорошо. Александр Викторович, ну смотрите, то, о чем вы говорите, наверное, очень красиво и, наверное, очень перспективно, но понять всю ширину мысли, наверное, способны люди, которые в это включены. На бытовом уровне для простых людей это может означать, ну вот, сейчас создадут еще какую-нибудь громоздкую неповоротливую структуру, она будет дублировать значительное количество, не знаю, компаний или там министерств, которые уже есть, это будут опять чиновники, а толку будет ноль. Ну вот я предполагаю, что вот такое мнение в бытовом смысле нам просто будет звучать так или иначе. Знаете, на самом деле задача ускоренного развития Сибири может быть реализована не только через корпорацию, и у корпорации есть очень много противников. Можно идти через корпорацию, можно идти через подъем социально-экономического статуса самих территорий. Вот сегодня есть абсолютно конкретное предложение по изменению межбюджетных отношений. Отдайте часть НДПИ, когда речь о федеральном центре. НДПИ для зрителей. Да, налог на добычу полезных ископаемых. И это приведет к серьезному инвестиционному взрыву в регионах Сибири. Хочу сказать для зрителей в том числе, сегодня 70% валютных поступлений дают территории, находящиеся за Уралом, назовем просто Сибирь. И 50% нашего бюджета формируется сибирскими регионами, а живет здесь меньше 30 миллионов человек. И в то же время вложение в социальную инфраструктуру, в школы, больницы, мосты, дороги, у нас является более скромным, нежели по России в среднем. Поэтому простой способ повышения привлекательности для жизни в Сибири, для ее развития, хотя бы выровняйте, соответственно, вложения в социальную сферу с российскими. Тем более, что сегодня, ну давайте вечером своими именами называть, Сибирь кормит страну и не только страну. Я думаю, что сибиряки этого заслужили. И это можно сделать без корпорации, за счет целевых программ и за счет изменений межбюджетных отношений. Как обеспечить конкурентоспособность сибирской продукции и нашей экономики? Ведь давно уже говорится о том, что надо сделать дифференцированный транспортный тариф. Для того, чтобы даже везти отсюда лес, уголь, зерно, которое здесь можно выращивать в достаточном количестве, мы должны иметь какие-то льготы по тарифам, поскольку мы находимся в центре страны. И для того, чтобы довести то же самое зерно до Новороссийска, нам надо заплатить 2000 за тонну дополнительно. Как можно конкурировать? Это очевидная вещь. У нас холодно. Поэтому и, наверное, тарифы на электрическую энергию не должны быть такими же, как по России в целом. То есть наше конкурентное преимущество, которое здесь есть, необходимо все-таки использовать для того, чтобы компенсировать наши проблемы, которых в Сибири достаточно. Это можно сделать без корпораций. Ну смотрите, у нас же принято считать, что у нас зона рискованного земледелия. Зачем нам вообще там выращивать что-то здесь, для того, чтобы выращивать для своих бы нужды все. И не стоял бы вопрос в том, что нам нужны какие-то отдельные тарифы. Знаете, земледелие всегда является делом рискованным. Я вам приведу слова известного американца, который сказал, что есть несколько способов избавиться от денег. Самый быстрый – сходить в казино. Самый приятный – завести любовницу. Но самый надежный – это вложить деньги в сельское хозяйство. Поэтому село везде является делом рискованным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!